Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Я подстригся на свою голову, стригла-стригла два часа, балакала-балакала, казала-казала, говорила-говорила. Ну такое что-то, там торчить, там торчить, там торчить, хай бог милый, там длинней, там короче. То когда привыкаешь к кому-то одному, то надо ходить и не лазать, не дай больше. Кстати, купил себе электронную сигарету, такую, называется Эго, или как-то так, на около 400 гривен стоит. Вот она без никотина, просто там, как бы дым сладкий. Сегодня не курил вообще. Пытаюсь уничтожить тюляргу, я камера заставляю курить, потому что я ее сос, я тебе порадую, я тебе люблю. Поэтому курю вот такую, оно к этому привыкания нету, оно не вредное. И, естественно, мозг не питается никотином и отвыкает постепенно. Поэтому постараюсь бросить весь без курения. Выгоню беса с себя. Вот так у меня все, где-то 380 или 390 стоит эта штука. На улице холодно, вчера пошел стоить, свиня ссыть под забором. Ну, среди белого дня, вот там мужик в углу. Ну, кончено и все, что ты сделаешь? Ну, кончено и все. Ну, ты что, дебильный. Машины едущие, так взрослый мужик. Ой, Европа. Свиня остала, под домом настала на угол дома и пошел. Фу, придурок старый. По-другому не скажешь. Отойди ж ты в другое место куда-то. Там есть кусты, там то усердитый, нассать по дороге. И спончение. И пошел, я бы ничего не баловался. Ума, не бомж, ничего. Это с молодого, так я не люблю этого. За калуком ссать. В общем, у меня все хорошо. Завтра, 12-го числа, свадьба Фигера, 7-го вечера. Все желающие, приходите. Вот такая вот, видите, сигарета электронная. Тут жидкость, она на подзарядку ставится. В общем, надо перейти дорогу. А, все понятно. Поворачиваюсь. Вот, пойдет. Машина на машине. Видите, как красиво в кустах фотографируется. Вообще, это красивые фотографии получаются такие. Это фонтан наш. Крутый состоит в кустах. По-моему, вчера или позавчера был день рождения Света Сочни. По-моему, вчера. Это жене Игоря. И школа. Жена. Люди там спрашивали, что Игорь тоже несчастный. Он должен быть с женой. Приехали родственники к ним из каховки. Игорь пообещал пойти в гости, поэтому пошел. Он не хотел идти, потому что гости дома. Света осталась. Игорь счастливый. Вот поверьте, кто счастливый, так это Игорь. Так что, не пишите глупостей, что я несчастный. И Света сегодня день рождения. Мне вчера пришла смс, скажу, типа, там, завтра банкет будет в 2 часа. Я думаю, кто это пишет? А у меня она не подписана в телефоне. Сегодня Игорь звонит с утра. А там был, ну там же банкет. А, так это Света писал. Да, но ты трубку не взял. У меня незнакомые я не беру. Когда незнакомые номера. Смотрел твой, это, как, твою передачу про, это, про 9 мая. Ну и шо? Ну и шо? И шо, плохая передача? А шо? Всех с прошедшим праздником. Счастья, здоровья, мирного неба. Ну, вот ходишь, как будто выискиваешь подвох какой-то. Ты понимаешь? Да, при чем тут подвох? Я ходил ветеран. Да, при чем тут подвох? Ну, ты так и милый себя. Как по-двух. Смотрите, вот один ветеран. Ну, так и шо, конечно, их мало. Шо, и шо? Мы перешли в другой класс просто. Не, ну, понимаешь? Да ладно, это. Ну, говори, что ты считаешь, что я хожу в ветеран. Ну, конечно, ты идешь на 9 мая. Конечно, ты хочешь увидеть ветерана. Понятно, что их мало, что им за 90 лет или под 90. Что их там совсем мало. Но вы, что сейчас называют людей, которые идут, допустим, в медалях или с колодками, там их оскорбляют ряжеными. Ну, не, ну, есть такие, кто там так. Ну, во-первых, подожди, есть люди просто советской армии, которые служили, или есть украинская армия. Ну, пусть, Игорь, и шо. Это раз. Но вы еще забываете, что есть... Кому ты говоришь? Мне? Ну, говорю всем, кто думает, что ветеран или тот, кто имеет отношение к войне, это те, кто только воевали. Да, это воевали. Ну, дети их тоже, да. Но есть еще дети, которые, да, отсидели в концлагерях и делали над ними опыты. Ну и все. Да, нет, ничего. Так, а что это противебеешь? Что если им сейчас и по 70 лет, по 78, все равно отношения они к войне имеют. И еще и наша память, да, вечная память. Так что, если там будет столько же людей, это... Или останется совсем мало ветеранов, это не значит, что мы не должны ходить... Конечно, не значит. Да, но еще я тебе хочу сказать, мне бы очень хотелось, чтобы ты не к ветерану подошел, спросить, да, а подойти вот к этим людям, которые нападают на ветерану. Ну, ты такой интересный, туда можно было подойти? Ты видел, что там за месиво было? Не, не, ну они же там стоят. Где, кто стоял? Я знал, я что знаю, кто будет нападать. Игорь, ты такой наивный. Вот спросите, что именно вас вот понять, попробовать хотя бы? Что раздражает, если люди за вашу и за нашу жизнь отдали свою жизнь? Мы несем цветы возлагать, а вы нападаете. И я тебе хочу сказать, что, ну вообще, это ты тут отношения, конечно, не имеешь. Ты, ну, просто как бы так, вот. Но я не могу понять одного. Вот сейчас люди, допустим, с георгиевской ленточкой, да, или с каким-то символом, там, флагом, под которым они шли, да, и вот они в этой процессе несут этот флаг. И почему у них забирают, а те, кто ходят со свастикой, да, гитлеровской. Ты видел на аппарате с гитлеровской. А то не видно, у АТО есть вот такие штучки. А ты видел АТОшников вообще-то? Ну, были, конечно. Я не видел. Ну как, вот сейчас же по телевизору говорят, что это нападали на АТО. Ну, говорят, я не знаю, кто говорит. Я не видел. И телевидение сейчас, ну, ты понял, да, со свастикой ходить можно, а с атрибутами нельзя ходить, да, войны. Это так. И еще СМИ настолько вот вкладывают в голову. Раньше, например, возмущались, да, что шли люди возлагать цветы, отдать последние слова. Ну, так все и возмущаются. Нет, СМИ именно говорит, делает так, что и вдруг агрессивные напали на АТОшникова или еще на это самое, понимаешь? А какой АТОшники имеет отношение к 9 мая, скажи, пожалуйста. Они сейчас вот лежат в больнице, показывают свои побои, значит, и говорят, как же так вот с колонны Вилкула, еще с какой-то напали. Ну, потому что, Игорь, вообще это не имеет отношения, а то к 9 маю. Нет. А кто на них напал? Простые люди или ветераны? Кто напал? Если они напали, естественно. Так милиция их и отдубастила. Ну, естественно, очень правильно сделали. Ну, и все. Ну, так и все. Ну, так вкладывается то, что вкладывается в уши. Что ты думаешь? Ты не можешь понять, что телевидение делает? Что надо, то и вкладывают в головы людям. Ну, для некоторых, да. Что там, что там вкладывают хорошо в головы. Нет. Да, да, не нет. Ну, что вкладывают? Вкладывают то, что надо слышать людям, то, что надо знать, то и вкладывают. Не сомневайся. Телевидение не будет для тебя работать, дорогой. Это же понятно, что 9 мая люди возлагают цветы. Понятно, да. Все. Тут все понятно. Вкладывают то, что как так, то, что ты говоришь, что СМИ перекручивают, то тоже вкладывают. Ну, все, что я хотел сказать. Ну, а что ты говоришь, что я ищу какую-то... Игорь, я снимаю видео. Конечно, мне хочется что-то снять такое, чтобы... Понятно, я не провоцирую, не хожу. А как бы это день ты мог... Не, извините, а что я делал? Люди преподать в праздник. Посмотрите, ведь людей было... Много. А что я не снял людей? Не показал людей, толпы людей много. Мне там пишут, вот, Украина, стыдно за вас. Что стыдно? Что 10 дураков напали на ветеранов? Нет, подожди. Че на кого они там напали? Игорь, недостаточно по Украине. Ну, Игорь, ну, какая толпа? Может сравниться против десятка придурков? Слушай, ну, скажи, пожалуйста. Ну, дело в том... Люди, что пришли, люди там в Украине нормальные. Зачем по тем 20-30 людям судить обо всех? Нам не дают же еще сделать такое хорошее празднование, хороший парад. Ну, не дают, причем не дают. Средств снимают или не вкладывают, или они сами не хотят тратить. В Белоруссии есть. Ну, Игорь, они, значит, не хотят. Ты будешь за свои средства танки нанимать, чтобы ездили по площади? Не будешь. А что, Путин нанимает? Ну, зачитаешь, подожди, зачитаешь деньги, это делается? Конечно, за холдутарственные деньги. Наверное, в России деньги есть, они делают себе парады. У нас нету. Или не хотят тратить. Нет, ну, ты поздравления президента слышал? Нет. Нашего? Нет. Ну, по-моему, я не услышал там что-то такое, поздравления Великой Отечественной. Все про АТО, те напали на тех, те напали, ну, я не знаю. Ну, что ты хочешь, если время такое? Я считаю, что ветераны должны идти. Ветераны есть. Да, есть, и они должны, и их не будет, все равно надо идти вспоминать о них. Не значит, что надо танцевать или плясать. А почему бы ты подошел к ветеранам, я не понял? Это непонятно, что это действительно правильно? Нет, ну, я спросил, потому что я свое мнение говорил, что для меня это как день памяти, что для меня я дедушку вспоминаю, что дед плакал в этот день. Я просто подошел к нему и спрашивал, что для вас это праздник, вот, праздник, праздник, я мог это вырезать, я не вырезал. Если для них это праздник, значит для меня это праздник. Праздник, конечно. Очень хорошие слова, сказать, сокрушили. Ну, вот, правильно, поэтому я снял и показал, не стал вырезать, как там некоторые думают, что только для себя это снимают, чтобы себя показать получше. Это победа, действительно. Ну так и есть. Это их праздник стопроцентный. Хоть он ужасный, в том плане, что война была, что это лучше праздновать, знаешь, там 8 марта 10 раз в году праздновать. Я не люблю праздники окончания войн. Понимаешь? Лучше их не начинать. Ну это победа. Понятно, но это конец войны, Игорь. Союз не начинал этого. Да, понятно, что не начинал. Но я тебе говорю о том, что лучше бы таких праздников было меньше. Это не значит, что 9 мая убрать надо. Просто, чтобы не было войн. И чтобы меньше было праздников конца войны. Ну, знаешь, Игорь, никуда ты уже не денешь. Ее не денешь. А новые надо было избегать. Ты электронные сигареты хочешь попробовать? Не хочу. Она ничего, там никотина нет вообще. Не могу даже. Та не, не надо. Я же не заставляю. Не было сразу, как я вижу. Он тоже несчастный. Где его жена? Он на празднике без жены. Я говорю, ничего, что родственники дома были, что жена... А дальше... Игорь не хотел идти, потому что родственники хотели... Да, да, я... Ответь сам. У меня эти мысли с головы, кстати, они у меня постоянно в голове. Но, во-первых, я хочу сказать, что Игорь вообще не любит ходить по... Ну, даже и по знакомым. Вот и я такой. Я еще раз принял там Самбелу, Лешу, вот. А тем более, что мне лучше побыть дома, поотдыхать. А Света может сказать нет. А я по своей слабинке еще подчиняюсь. Это не значит, что он несчастный. Нет. Что без жены на празднике должен быть с женой дома. В жене дома гости были, она в Света может и пошла, если бы не пошла. Да нет, и не пошла бы, и я и Самбелу сказал, что я не могу так часто, так что не переживайте. Все, не ищите там... Так и ищут Игорь. Не знаю, да, все в порядке у меня. Света стол накрыла уже. Светулька, с днем рождения тебя, Солнечка. Всего тебе хорошего. Такой же красивый, цветущий, где и речка. Мы все гадали, сколько ж юбилеев, это же какая дата. Решили, что... 40. 25. 20. Пошлите на Свет, и Света уже зовет. Будем начинать. О, Володь, сыграешь? Сыграешь что-нибудь? А, ты... Ты тоже играешь, а ты тоже, как я. Пошлите, Серега. Володя. Делается. Понимаете? Наталья, как девочку с красивым голосом зовут? Таня? Таня зовут ее. Вот, хотим, подходите, уходите. Подходите. Так, идем, не садись. Сейчас, садись. Свет, а Света! Нет, это, чтобы тебе круглая дата, а мы слабоедаемые. Такой же цвет. Днем рождения, Света. Спасибо. Спасибо. Убери куда-нибудь. Чтобы не вкрали. Снимешь? Да. Давайте в бокалы, молодцы, отеля зашивайся. Вот и Алена. Что бы это у меня? Находи, 208. Отешивай. Приглашение. Алена, пролазь. Алена, заходи. В Америку ты делаешь. Ужна. Вот по приглашению. Света здесь? Нет. Нет, у него урок есть. Так у него сейчас урок у меня. Деревее. У тебя урок. Надо позвать его. Позвонить? Вот по приглашению. Приглашение в лагерь исподавили, ему поджарки, а потом делали вот так. Давайте снесем Машлюка туда. Монтана, слышишь? Нет. Вот по приглашению. Только вот так, да? Ты, Игорь, давай первый. Я могу и так. Соседини. А можно и так? Знаешь, так. О-о-о. А, ты на баяне играл? В выход тоже платный. В выход тоже платный. Прикиньте, какого большого жопермана будет залезать. А они никого не пропускать. А-а-а, вот оно что, да? Знаешь, Ларчик просто открывался. Да. Спасибо. Спасибо. Лёгкий пищи. Шампан? Сегодня, да. Значит, напился сейчас. Ну, так скажи, кто будет. Начинаем, начинаем. Начинаем, начинаем. 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 Вот, да. Коллективно. И тут кинематерин. Привет. 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 Я сегодня пила. Мояк. Света, сядь, пожалуйста. А, конечно. Сядай на стол, Света. Света, давай, чувствуешь, какого-то есть. Сочувствуйте, какого-то есть. Нет, Лена. Вот, сядь, уже. Нет, Лена. Вот, сядь, уже. Такая маленькая, что-то есть. Эдуард Михайлович, вы как часто, всегда говорите о Свете, о ее голосе, когда она, как вокалистка. Вот, вот, очень часто и очень хорошо. Скажите, пожалуйста, о том. Ну, ладно. А, нет, как же это. Вы даже ребята не покажите, а Лена состричит, как девушки. Очень юные девочки. Пару года назад, я поправлю. Да. Вам тоже нет, понимаете? Света, просто да. Пришла к нам хорошая девочка, с хорошим голосом, красивая, понимаешь, стройная. Вот, вот уже она выросла. Уже 22-23 лет. Молодец. Света, ты много сделала, много партий спела. Воспитала сына, Света. Воспитала сына. Тенежкова сына. Воспитываю. Тенежкова сына. У нас уже, потом, кто там, кто там? Марианка. Марианка. Ты много сделала, Света, понимаешь? Тебе юбилею по-другому сделала. Да. И юбилеючку, ручку родилась. На 8 марта. Работаешь всегда с удовольствием. Северный, ты полно отдаешься под дел. Голос у тебя сохранился. Хотя ты уже пропел, он прилично, да? Пусть как полон не уходит. Больше 5 лет. 5 лет. 5 лет. Не важно. Санечка, сохранила голос, понимаешь? Мне нравится твоя манера пения. Случай, все, понятно. Ты всегда выучишь быстро, да? Сиди. Ну, конечно, медленнее меня. В общем, здоровья тебе, дорогая. Спасибо. Выдал бы сейчас с нами. Будь счастлива, да, Света. И давай вместе идем на пенсию. Давайте, ребята, за юбиляцию, нашу молодую. Ай, Игорюшка. А что в Света ничего не мало? Ты можешь выпить, Света. Лас, очень смело, действительно, прибыли, а потом подашь. Я вот иди на свой. Игорюшка, давай. За твою жену. Ты молодой рядом с ней. Дальше. А тебя осталось? Создание Мхелия! Спасибо. Посмотри. Что, посмотри. Поздравил тебя не было. Пока ты шляпка. Нет, знаешь, что ты, 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 я, ты всегда, кстати, вот, что меня, ну, восхищает, что ты очень добрый такой, всегда внимание оказываешь. О боже, ну, уже или. Нет, ну, такие серьезные. Знаешь, вот, ну, серьезных моментах, конечно, да. Вот так могу потрогать. Нет, ну, можно быть невнимательным человеком и бессовестным. Ну, да именно, вот такой. Можешь, конечно, там, что-то и подкалывать. Ну, да ладно. В основном. Ну, то еще, может, я и не понимаю. Это понятно, что в моем возрасте. Хочешь, за сколько лет, Игорь? А, и хочу сказать, можно вот это насчет того, что я пищу в солисты? Да, можно. А, ну, там писали, да, что Игорь и так в солистах отпахал. Да, да. Нет, дело даже не в этом. Я уже свое... Интрижками в хор перевели. Я свое уже отпищал. У меня уже как раз другие интересы, другие цели. Так что пусть они там сами пищат. Кто вот это мне сказал. Их все равно я их с уважением. Спасибо. Потерпишь, за первый раз, Игорь, мне хорошее слово сказал на видео. Какое другое? Хорошее другое. Почему нет? Скажи, Леша, первый раз. Да, это резко было вообще до этого. Очень редко. Нет, ну, когда он... Нет. Он видишь, как вот есть мужья, которые скупятся сказать, вот, я люблю своим женщинам. Так и он, вот такой друг, который не всегда, можно сказать, что-то хорошее. Он, наверное, да, вы меня правите вы меня. Ты на 9 мая искал провокацию, говорит он. Слушай, ну вообще, я иногда думал, вот мы как бы общаемся дальше, но резко мы сходимся в чем-то. Вообще не сходимся. Понимаете? Но я вот... Тем не менее, дружим, а что тебе наносить? Наносить что-то ему. С другой стороны. Если я одного мнения, а он друг его, так что я должен ему говорить? Так что, так это же не значит, что вы не друзья, или что ты его не ценишь. Я же как не говорю. Разные мнения могут быть всегда у людей. Я так и не говорю. Ну, а ты скажи. Не говоришь. Одно только подстакивать. Что зрители скажут там, да, да. Одно-таки подстакивает. Заели его, затравили вообще бедного. И что-то с ним случилось сегодня. Выпил, наверное. Не всегда пьян. Аня сегодня получила оргазм от комментариев. А там? А, да. Целый день рассказывала. На множественный оргазм получил. Аня, рассказывай от комментариев. Мне, а зачем эти зубы? Зачем это пошло? Это пошло. Сама это говорит, говорит, это пошло. Так интересно, его не надо. Надо же разделять. А мы не разделяем. Я ж не буду, знаешь, как это сплевывать. Вкусный тортик. Ты освещаешь тему дня рождения Светланы Викторовны Сушневой. Ей исполнилось 18. 18, 18, постоянно 18. Мы любим Светлану Викторовну. Это наш представитель, наш многолетний труд, который украшает чай, его возвышает. Она осталась... У нас есть паснописцы в театре летописцы. Вот Крылова. Женщина Крылова. С патрульской женщиной. Которая пишет басник, как ее планет. Покажите нам, покажите нашу Светочку. Подождите, не надо. Нашу, мы ее любим. Уже не надо попробовать. Вот, красотка. Цветочки красивые. Наша красавица. Не получается. Тут цветочки. Покажи Светочку. Так, вместе с Игорьком. Ну, я тут тоже могу примазаться, конечно. Шарфиком вытерлась. Шарфиком вытерлась. Неоновая рыбка. Смотри, провоцировать. Смотри. А я уже не понял. Неоновая рыбка. Неоновая рыбка. Приплыви ко мне. Неоновая рыбка. Неоновая рыбка. Шау-ля-уля. 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 Неоновая рыбка. Плыла по реке. Неоновая рыбка. Приплыви ко мне. Неоновая рыбка. Ты моя. Неоновая рыбка. Шау-ля-уля. смотри лёша конечно я даже в таком состоянии он не что рукой понимаешь это ж прикол ты ж не знаешь что она меня нарушивается значит расскажи эту басню басни лёша не вернее лёшенька пил чай культурно на окошке появляется золотой адамян ну конечно окно и лёшеньким чай полемика началась когда наши что руки вытирали это на меня а он мне подсовывает я говорю что меня так прописано игорь постоянно руки вытирает шторами так прописочили что я уже в таком состоянии что за воспитание что вы какое воспитание у него и него извините кто тебя у меня дедушка дедушка вот тут понимаете если покопаться если покопаться не одна неонова рыбка понимаешь потому что к сожалению мы уже превратились в ничто и никто уже не претендует на кузьё грабью кто-то векон там никто не претендует мы уже все мы уже все закончилось дело закончилось поэтому будем жить а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать!